Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Как казаки по Ульяновской области гастролировали. Полицейские сдержали подозреваемого в вандализме. В Димитровграде блокированы счета учреждений социальной сферы. Драмтеатр закрыл сезон творческим вечером композитора Олега Яшина. Властям Димитровграда снова нужна помощь. В городе блокированы счета учреждений социальной сферы. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин создал специализированную рабочую группу, которой предстоит выяснить причины финансовой несостоятельности города. Подробности у нашего корреспондента. 19 образовательных 4 спортивные школы, 3 учреждения культуры, 2 по величине города в регионе остались в прямом смысле слова без денег. Кроме них без денег администрация и еще 30 организаций. Долг Дмитровграда подходит к числу с 9 нулями. Куда делся миллиард, если все бюджетные обязательства регион выполняет? Да и у самого города есть 6% дополнительных доходов. Этот вопрос пока звучит риторически, однако ответ на него будет найден. В моем распоряжении создана специализированная рабочая группа, куда вошли представители всех министерств и ведомств. Сейчас будет проведен комплексный анализ всех статей бюджета по каждой отрасли. То есть мы в большом счете вводим практически ручное управление. На основании этого будут даны рекомендации администрации города о том, каким образом может перераспределить средства. Основная цель, по словам Александра Смекальна, это не найти виноватых, а сделать так, чтобы некомпетентность местных чиновников не ударила по рядовым гражданам, не ухудшила качество их жизни. Нужны не дебаты, а реальные дела. Пожалуй, этой фразой сказано все. Некомпетентность, смахивающая на саботаж, довела город до бюджетной ямы. Регион готов помогать нерадивым муниципалам. Хочется надеяться, что будут найдены не только механизмы выхода из этой черной экономической дыры, но и способы обезопасить город от падения туда в принципе. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Несколько дней назад город потряс случай вандализма, когда неизвестный разрисовал кирпичную стену у главных часов города на Гончарова. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району сдержали подозреваемого. Им оказался житель Ульяновска, 2000 года рождения. В ходе осмотра места жительства молодого человека обнаружен и изъят набор баллонов с аэрозольной краской различных цветов. После проведения восстановительных работ правонарушителю необходимо будет возместить сумму причиненного ущерба учреждению культуры. Полицейские проводят проверку на предмет причастности задержанного к аналогичным действиям на территории города Ульяновска. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или арестом на срок до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года. Ульяновск посетил проректор по научно-исследовательской работе и международным отношениям Института международного права и экономики Алексей Автономов. Международный эксперт провел встречу с ульяновскими студентами. Подробности у Натальи Чумаченко. Сегодня в гимназии номер один ученый-юрист Алексей Автономов провел юридический диалог со студентами. В ходе встречи была затронута тема модернизации избирательного процесса. У меня лично такое противоречивое к этому отношение, поскольку с одной стороны, конечно, они нацелены на то, чтобы ускорить сам по себе избирательный процесс, сделать его более точным, позволить людям голосовать там, где они находятся. Но, с другой стороны, пока еще остаются сомнения, насколько возможно обеспечить безопасность. В дискуссии приняли участие ведущие ульяновские юристы, практики, эксперты в области избирательного права, преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений, представители общественных организаций и студенты. Мы пришли послушать известного профессора юридических наук на тему избирательного права. Нам будет полезно узнать о своих правах. Ребята поинтересовались у гостя вопросами цифровизации избирательных участков и дистанционным электронным голосованием. Напомним, эксперимент с цифровыми избирательными участками стартует в Москве 8 сентября 2019 года и, возможно, в скором времени доберется до дальних уголков России. Эти технологии, о которых мы сейчас говорим, дадут возможность нашим избирателям, практически находясь в любом месте, хоть в пределах Российской Федерации, хоть за рубежом, голосовать на любых выборах, которые проводятся, скажем, в субъекте Российской Федерации. Проректор по научно-исследовательской работе и международным отношениям Института международного права и экономики Грибоедова, автор свыше 360 научных трудов, Алексей Автономов по итогам встречи высоко оценил уровень знаний ульяновских студентов по юриспруденции и обещал приехать в Ульяновск с новыми лекциями. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улл, Правда ТВ. Казачий фестиваль «12 жемчужин» проводится в нашем регионе не первый год. За это время он вырос и количественно, и качественно. И вот результат. В этом году фестиваль получил статус всероссийского. Открытие фестиваля по традиции состоялось во Дворце культуры Губернаторский, а на следующий день казачьи коллективы объехали все районы области с концертами. Как проходили выступления в райцентрах, расскажет Павел Половов. Среди песенных коллективов России «12 жемчужин» в Ульяновске обладает весьма высоким рейтингом. Получить приглашение сюда считают за честь практически все, кто так или иначе связан с казачьей песней. Организаторы мероприятия, правительство региона и ДК губернаторский за эти годы смогли не только создать прекрасную сценическую атмосферу, но и обеспечить приличные бытовые условия участникам. Поэтому в этот раз гости не только ехали на автобусах и поездах, казаки Бурятии прилетели авиарейсом. Это большая удача, я считаю. И надеюсь, что в следующий раз, то есть через два года, а это будет уже юбилейный десятый, мы еще больше соберем представителей казачьих войск. Казачьи войска российский император считал жемчужинами в своей короне. Поэтому фестиваль носит такое название. Каждое войско отличали свои традиции, в том числе и песенные. Пожалуй, нигде, кроме Ульяновска, нельзя в одном месте и сразу познакомиться с большинством из них. Вот уже несколько лет по предложению Ирины Гришиной, коллективу приезжающей на 12 жемчужин, второй день проводят в концертных разъездах по районам, что делает мероприятие поистине массовым. В 73-м регионе, пожалуй, нет уголка, куда бы 11 июня не заехали казаки. Коллектив из Нижегородской области «Водоватовские ребята» дал концерт и поздравил с наступающим днем России майну. Хотим вам пожелать всего самого сокровенного, что есть на бедном свете, мирного неба над головой. Счастья, улыбайте друг другу, встречайте друг с другом и будете в нашей жизни все прекрасненько. С праздником! Ульяновский зритель готов принимать казачью песню. Работу по ее популяризации ДК «Губернаторский» и Центр народной культуры ведут давно. Поэтому на подобных концертах всегда полные залы. Зрители подпевают и готовы строго судить. Однако качество исполнения на высшем уровне. На фестиваль «12 жемчужин» мы приезжаем с удовольствием. Уже мы не в первый год приезжаем сюда. Ирина Олеговна, которая организовала этот фестиваль. Вот такая умница вообще, большая и молодец вообще. Это такая организация. Просто с удовольствием приезжаешь, отдыхаешь душой. И как тебя посвящают, как принимают. Ребята все просто в восторге от того, что такое вот гостеприимство, такое радушие, такой просто подход к этому делу творческий. Я очень рад, что мы попали на этот фестиваль «13 жемчужин». Это просто роднимся сердцами, роднимся другими регионами, просто общаемся, друг друга дополняем. У кого-то кто-то у нас что-то берет, у кого-то мы пополняем свои запасы. То есть энергетика идет просто уникальнейшая. На три дня вся Ульяновская область стала самым казачьим и самым поющим регионом России. Атмосфера силы, удари, веселья, единения и любви к родине переполняли всех. Праздник, праздник души, праздник казачьей песни. Поэтому всех мы поздравляем. Мы очень любим петь. И всем желаем того же. И всем большого-большого счастья. Настроение, создателями которого в этом году оказались казаки, держалось в муниципалитетах и 12 июня. Я поздравляю с праздником всех, с нашим великим праздником, государственным днем России. И хочу сказать огромное спасибо за великолепный музыкальный подарок, который был вчера у нас в рамках Всероссийского фестиваля казачьей песни «12 жемчужин». Нашему правительству Ульяновской области, губернатору Ульяновской области, лично Ирине Олеговне Гришиной. В этот самый большой государственный праздник День России я бы хотел всем жителям нашей любимой Ульяновской области пожелать самое главное, мирного неба над головой, чтобы гордились своей страной, уважали и любили. Жаль, что такое культурное событие всероссийского масштаба происходит только раз в два года. Завершающая точка фестиваля была поставлена на главной региональной сцене в Ульяновске. Казаки разъехались по своим городам и станицам. Копите эмоции. В 2021 году День России в Ульяновской области снова станет уникальным музыкально-патриотическим событием. Павел Половов, Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Константин Громов. Новости Ульяновской правды. В детский сад «Лучик» ребята бегут с удовольствием. Недавно в учреждении появились современные интерактивные игрушки, которые не только развлекают ребят, но и развивают. Что думают специалисты о прозрачных мольбертах и говорящих песочницах? Подробности у Виктории Черковой. В детском садике номер 173 недавно произошло пополнение. В мае этого года в учреждении появились современные развивающие игрушки. Красочные дидактические пособия, волшебное дерево и интерактивные песочницы сразу полюбились ребятам. Новые гаджеты оказались полезны не только для их настроения, но и для физического и интеллектуального развития. Этот садик посещают особенные дети. Все условия созданы для их комфорта и лучшей социализации. Они расслабляются и нервные, и психические, и также развиваются коммуникативные способности детей. Здесь мы закрепляем и цвет, форму, величину, то есть внимание, мышление, воображение. Все это развивается, конечно же. Разумеется, это современное оборудование не может стоить, как мяч или кукла. Благодаря специальной госпрограмме в садик поступило почти полмиллиона рублей. На эти средства и преобразили любимую комнату малышей. В рамках реализации мероприятий государственной программы формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе и детей инвалидов, в детский сад номер 173 были направлены финансовые средства в сумме 416 тысяч рублей. Волгопеды и воспитатели уверены, что с помощью новых игр и упражнений можно не только подправить некоторые отклонения, но и даже их предупредить. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Ульяновский театр юного зрителя вернулся из Севастополя. На третьем Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Сказочное королевство», который проходил на сцене Севастопольского театра юного зрителя, наш ульяновский небольшой театр представил спектакль «Мама, папа, братья Гримм». В город-герой съехали с театра из разных городов России. В течение недели ими было показано 12 постановок различных направлений и жанров. Лучшим был признан спектакль ульяновского театра. Для нас очень большая честь, что жюри из всех спектаклей выделила спектакль «Мама, папа, братья Гримм» и актерскую работу Александра Сухомлинова, который получил диплом за лучшую мужскую роль. В ульяновском драматическом театре Мегончарова завершился 233-й театральный сезон, который прошел под эгидой Года театра в России. В день закрытия ульяновцев пригласил на творческий вечер композитор Олег Яшин. Песни из спектаклей на его музыку исполнили драматические актеры. На мероприятие побывала Ирина Антонова. Во время творческого вечера прозвучали композиции, написанные Олегом Яшиным за последние 30 лет. Именно столько этот удивительный музыкант и мультиинструменталист, композитор работает в театре. Вокальные номера из спектаклей прошлых лет, «Жажда над ручьем», «Трехгрошовая опера», «Дамы и гусары», «Волшебная лампа Аладдина», «Возвращение» зрители слушали с удовольствием. Вы понимаете, что такого вряд ли где-то кто-то еще делал, потому что композитор – это не актер, согласитесь, и бенефис композитора не всегда как бы востребован. У нас он востребован, потому что этого человека знают очень хорошо в городе. Это музыкант очень большого уровня. И все 30 лет он работал с выдающимися режиссерами нашими. Его музыка звучит во всех знаковых спектаклях театра. Первый поворот на пути к театру «Судьба Олега Яшина» сделала в 1975 году, когда молодой музыкант на третьем курсе музыкального училища стал участником «ВИА Горожани». Спустя 14 лет группу пригласил к сотрудничеству «Ульяновский драматический театр». Спустя 4 года группа распалась, а Олег Яшин так и остался в театре в качестве заведующего музыкальной частью. Я думаю, что театр он сейчас многолек. Сейчас очень интересно работать и с современными драматургами, ну, я имею в виду, в смысле, если он работает, и классический репертуар. То есть, если я по образованию так получилось, что у меня народная кафедра, институтно-духовая кафедра, конечно, я, конечно, очень хотел, чтобы папа с мамой купили фортепиано, но оно стоило очень дорого. Мне купили баян. Но я не жалею, потому что, как бы, и на баяне, я освоил и фортепиано, и различные другие инструменты. Также в день закрытия сезона директор театра поделилась планами на следующий сезон. Сейчас вот два режиссера репетируют два спектакля. Спектакли непростые, спектакли большие и по количеству людей, актеров, и по, как бы, значимости. Это пьеса Де Ниро Маддалена, и это с Оксаной Романовой в главной роли. И замечательный проект, который зрители ждут, мы его уже давно, как бы, проговариваем. Три товарища Ремарка. Уже, как бы, проект подходит к творческому финалу, и нам останется только его вспомнить в начале сезона, и, вероятно, открытие будет либо той, либо другой постановкой. Уже в сентябре ульяновские зрители снова увидят постановки проекта «Лучшие спектакли золотой маски в Ульяновске» от трех звездных московских коллективов и театра из Хабаровска. Ирина Антонова, Новости, Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные сохранится прохладная погода. Завтра в Ульяновске температура воздуха удержится на уровне 17 градусов по Цельсию. Ожидается облачность с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням в 18.50. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова